что у нас в плюсах плюс очень первый плюс это то что дубай очень быстро развивается буквально ежемесячно здесь появляются новые места новые достопримечательности где-то раз полгода так вообще какие-то крупнейшие места развлечений которые хочется посещать которые манят туристов и принципе не только туристов а также своих резидентов да и местных жителей вот манят тем чтобы оставаться здесь жить и если интересно здесь за всем следят все поддерживают в хорошей форме и еще и развивают и строят больше конечно это не может не радовать и буквально с сентября прошлого года открылась открылись два огромных парка это самый большой в мире крытый парк аттракционов ай эм джи парк он находится недалеко от нашего района и тематические парки открыли по моему в октябре или в ноябре то есть это уже два таких огромных тематические парки которые включают себя вы можете посмотреть в интернете погуглите парк болливуд индийский парк motion gate парк аттракционов лего парк и лего аквапарк также у них есть огромный огромный парк с искусственным каналом с ресторанами в общем там чувствуешься реально ты не чувствуешься там как дубай ты чувствуешься там как кем в какой-то европе что ли в общем если вам интересно вы посмотрите а также ближайшему где-то будущем мы побываем я подробно сниму о том что там интересного и сколько стоит и так далее и так это было первым плюсом вторые плюсы это то что к сверле этого года отменили визы россиянам да дорогие россияне и те кто еще не был тубайка есть такая возможность приезжайте потому что сейчас вам визы не нужны раньше на каждую визу я нам хотелось тратить в среднем по семь с половиной тысяч рублей да за визу то есть семья из трех человек то это уже 20 до 23 тысячи и это конечно уже накладывает отпечаток на затраты визы отменены месяц вы можете здесь пребывать без виз потом можно продлить вплоть до еще еще на один месяц то есть а потом надо будет выезжать то есть грубо говоря два месяца с продлеванием можно наслаждаться дубаем как раз в это время можно многое посмотреть следующий плюс это то что большинстве домов которых вы снимаете квартиры предусмотрены такие развлечения для жителей жильцов как бассейны наш доме он тоже есть я уже не раз говорила это парковка да это спортзал у нас есть еще сауна там еще какая-то сауна вот и спорта у нас разделен на женский на мужской то есть у меня это конечно тоже не может не радовать потому что я прихожу я знаю спортзале будут одни женщины уже как-то себя по-другому чувствую в таких спортзалах вот во многих еще домах также предусмотрены и места для барбекю предусмотрены детские игровые зоны бильярд я мы тоже когда выбирали квартиру были таких домах и видели просто нам не совсем нравилось место положение потому что еще раз может повторюсь кто не знает мы как раз искали квартиру которая будет чуть ближе к школе для маши потому что и так она отсюда ездит почти час уходит на то чтобы ехать в школу на школьном автобусе 4 плюс 4 плюс 2 и о боже и это действительно класс это дороги таких дорогах в дубае я в россии я вообще не видела таких дорог потому что здесь на протяжении огромного количества километров единственное когда мы с машины немножко подскочить это когда либо лежачий полицейский либо разделительно идет вдоль поперек дороги идут такие ленты ленты для того чтобы скорость сбросить чтобы притормозить больше никаких кочек и выбои на дорогах дубая нет ну я не буду тех регионах этих районов дубая которые сейчас устраиваются и там конечно дороги тоже маленько не подрушили ну или там вот потом их реставрировать но те дороги которые сейчас дубае это это просто сказка почему у нас россии таких дорог нет но ведь мы тоже все платим налоги но почему в россии нет таких дорог и не говорите мне что у нас россии большая страна и чтобы эту мощь тяжело устроить дороги и что очень тяжело за ними ухаживать все это фигня здесь вообще пустыня понимаете пустыня здесь вообще кроме как на корабле подвозить что-то очень проблемно ну самолет нужно это очень дорого только морским транспортом и тонн через кучу переливов но здесь такие отличные дороги потому что здесь государство любит своих людей любит жителей вопрос к нашему государству когда наше государство будет любить наших жителей чтобы они не уезжали из россии как я ну конечно же шутка что я уехала из-за дорог нет конечно не за дорог но дороге в россии конечно оставляет желать лучшего 5 плюс часто распродажи в дубае да я сказал о том что есть огромная цена на косметику на парфюмерию как огромные но они дороже чем в россии дороже чем другие страны вот но если вы падаете на распродажу я не говорю что распродажах там где продают всякие шилпотреб не на хорошие распродажи кстати сегодня началась распродажа и я собираюсь сегодня вечером поехать и посмотреть что же там за три дня нам предлагают брендовые распродажи да именно те бренды в которые я интересуюсь вот также загляну в масс-маркет магазин и посмотрю что там за распродажа в дальнейшем кстати я хочу сделать видео о том на какую сумму можно подобрать как образ дубай да и собрать ребенка в школе то есть я сравнил это с ценами в россии и вы также посмотрите возможно или невозможно вообще возможно ли в дубае детстве на 300 дирхам да то есть 300 дирхам я имею ввиду создать образ на 300 дирхам что такое 300 дирхам но это даже это 5000 грубо говоря да возможно ли на 300 дирхам и я вам покажу что возможно также мы подберем дорогие образы в общем я отвлеклась это будет дальше сейчас мы следующие то что я говорю о плюсах распродажи это действительно часто распродажи и во многих случаях это реальная распродажа распродажа на коллекции этого года вот так как все таки в дубае вот в этом плане нет налогов когда таможенных пошлин и налогов то соответственно товары которые возят из-за границы они не подлежат налогообложения и они здесь дешевле до тряпки одежда посуда она здесь дешевле вот шестое это такой может быть маленький плюс но вы знаете когда-то нам пригодился когда у нас по неосторожности кто-то там врезался в машину мужа и скрылся с места но при этом его успели поймать оставили акт пока нас не было мы приехали вели только акт на стеклеусе и нам пришлось сдать машину в ремонт по страховке естественно и на это время когда машина была в ремонте выбрали машину в аренду так вот здесь можно взять автомобиль в аренду на месяц и цена будет стоить примерно 16 17 тысяч рублей в месяц целый месяц машина в вашем распоряжении я думаю что это небольшие деньги я уверена что в россии за такие деньги ты машину не арендуешь месяц просто нужно знать места конечно что не люксовая машина будет но мы ездили машина довольно комфортная вместительная и мы ездили две недели на такой машине вот нам очень понравился сервис и брали мы ее в шаржи в район который рядышком с дубай соседний район вот и ну вот такие цены это конечно не может быть не радовать и я отметил это как небольшим плюсиком следующий плюсик 7 ежемесячно ежемесячно здесь меняются цены на бензин надо вы не ослышались ежемесячно государство пересматривает цены на бензин зависимости от общепотребительских цен и так уж сложилось я отметил это плюсом что два месяца подряд 1 июня 1 июля цены на бензин падали и падают за этим пример объявляют о ценах примерно за неделю на ротом какая цена бензин лет следующего месяца и вы увидите что на всех колонках одна цена на бензин та цена которую государство объявила какая будет цена со следующего месяца нету никакой разницы 50 дирхамой филса где-то больше меньше там один филс и так далее филс это как копейки нас вот поэтому это конечно же для меня тоже плюс особенно когда два месяца подряд цена на бензин падает этот это не может быть плюсом поэтому в копилочку с плюсами восьмой плюс это то что так уж получается что тут минус сочетается с плюсом да то есть самый дешевый сезон здесь это лето вот я отметила минусом о том что здесь летом очень жарко и вносимая погода но при этом это самый дешевый сезон если вы хотите приехать дубай и сэкономить на жилье да они я уже говорил о самом начале о том что жилье это грубо говоря это минимум 60 процентов ваших затрат поэтому если вы хотите сэкономить на жилье на отелях то именно летний сезон где-то с середины мая можете с конца мая смотреть о конец августа этот сезон когда отели предлагают скидки до 70 партий процентов на свои номера и также скидки на аренду жилья здесь но я одна и я имею на краткосрочную аренду не на долгосрочную вот поэтому во время рамадана здесь дополнительные скидки на питание приходят рестораны и кафе то есть скидки касаются не просто там о том что накрывают шведские столы тогда и за небольшие деньги вот так же касается реально скидки цен которые падают на питание вот скидки на посещение парков парк аттракционов если приобычная цена вот эти вот медические парки которые писал там четыре парка в одном если обычная цена у них начинается от 250 там и 350 дирхан на человека то во время вот рамадана и там дальше продолжается сейчас летний летний период скид цена билета составляет всего лишь 95 дирхан на посещение трех парков 95 вместо там грубо говоря там тысячи вот момент был также у нас с феррари парком там были скидки тоже на парк аквапарки аквапарки тоже дают скидки на летние сезоны и жара для вас это не главный фактор для того чтобы не поехать дубай то в этом то дубай в июне в июле в августе в конце мая здесь вы сэкономите на проживании и на развлечениях вот это было восьмым плюсом девятый плюс о том что в дубае и я уже тоже об этом говорила во многих видео когда мы кушали где-то и посещали какие-то там развлекательные заведения о том что здесь есть систем ваучерная система да то есть книги энтертейнеры которые купив которые вы получаете 50 процентов скидку на питание во многих там масса ресторанов также если вы купите специальную книгу на так сказать напитки то вы получите 50 процентов скидку на выпивку на коктейли на кофе на чай и так далее вот на развлечения то есть мы купили практически все книги ну в дубае все книги а со скидками каждая книга обходилась нам начале года примерно 400 верхам но чаще покупаешь одну книгу вторая еще в подарок и на этом мы сэкономили очень много я подпишу здесь это видео свое о том сколько мы на данный момент вот на сегодняшний момент когда снимаю это видео сколько нам удалось сэкономить денег используя эти ваучеры вот и вы посмотрите книгу мы купили где-то в феврале в конце февраля месяца с начала года вот и если вы даже туристы вы приезжаете в дубай даже на две недели вы приезжаете я вам все-таки советую купить эту книгу если у вас большая семья или там вы едете друзьями купить эту книгу и действительно доступа многие заведения у вас будет с 50-процентной скидкой я имею в парке в аквапарке и так далее ferrari парке вот у вас будет 50 процентов скидка и на еду конечно если хотите попробовать много вкусного то 50 процентов скидка почему бы нет вот поэтому вот такие вот книги это тоже очень большой плюс и большая экономия десятый плюс это очень вежливое отношение и бережливая к женщинам очень вежливая и принципе я так думаю что если вы себя ведете это тоже достойно да то к вам и будет переживая и вежливое отношение если вы хамка то конечно не ждите к себе хорошего отношения но местные женщины конечно они настроены на европейских женщин немножко с такой сразу видят в них соперницу это сразу видно по глазам то есть они раскрывать не могут вот но так как мы им никакие не соперницы или они нам не заперницы то спокойно просто себя ведите соблюдайте какие-то нормы приличия да то есть не тыкайте одевайтесь прилично не засматривайтесь на их мужей и спокойный отдых вам обеспечен спокойной жизни также что мне здесь нравится здесь идет четкое разделение мужчин и женщин конкретно это видно в местах расположения туалетов до туалета то есть женщины они все отдалены от мужских редко когда прям рядышком даже торговых центрах они маленько разделены это с порой иногда даже делят очереди вот например когда мы были на сафари туры и когда отдыхали там вечером в этом местном лагере да там бедуинском и подошло время к ужину сразу сообщили о том что вы можно подойти начинать ужин в виде шведского стола об ужин и пожалуйста только сформируйте две очереди за помните что женская женщина отдельно мужчины отдельно то есть в принципе это не могло не радовать почему бы нет также у них здесь есть семейные пляжи как их называют женские пляжи да то есть это пляжи куда разрешен доступ только женщина с детьми либо женщина вот я не говорю еще о том что несколько раз в неделю здесь есть на некоторых пляжах есть женские дни или как семейные называют не это также дни когда на пляже допускаете только женщины и женщины детьми почему бы нет принципе мне меня это очень устраивает мне это радостно вот хотя я здесь одна по пляжам и не езжу мы обычно сможем сюда ездим с машинкой с нашей вот но если есть такая возможность и я мы поедем например с машей то конечно же я буду очень рада есть на пляже не будет других мужчин почему бы нет потому что чаще всего что я наблюдала на общих пляжах мужчина здесь прилипало и здесь кстати здесь очень много мужчин поэтому если вы еще не нашли себе мужчину welcome to dubai потому что здесь мужчин я я не считала но то что когда я вижу на пляже что творится да там или в торговых центрах или вот кино даже то мужчин больше и они сразу бросаются в глаза что их больше вот поэтому здесь на пляжах они подходят знакомятся им прямо навязываются то что я обычно я не люблю поэтому я бы конечно для пляжа выбрала уединенное местечко тихо спокойно чтобы отдохнуть и почитать книгу покупаться но это мой выбор это не ваш выбор может вот вот такое видео получилось я думаю что я надеюсь что нам понравилось если нам понравилась пожалуйста отметьте это видео лайком если нам понравилось чтобы не знаю что такого формата видео вам нравится также если что-то вам что-то какие-то рассуждения вызвали вопросы пожалуйста внизу комментарии спрашиваете вот задавайте вопросы я постараюсь почаще снимать такие болтологические видео потому что у меня многие просят просят побольше раз показывать себя видео побольше рассказывать и я постараюсь это сделать вот сейчас мне это маленько легче делать на камеру чем когда начинала вот так что увидимся следующем видео хотела еще сказать что плюсов и минусов как вы увидели в моем видео о жизни в дубае было одинаковое количество поэтому не подумайте что жизнь здесь так плохо и иначе я бы здесь не жила вот но я продолжаю записывать как плюсы так и минусы поэтому может быть следующем видео их добавится и я надеюсь добавится больше плюсов потому что все мы надеемся что в нашей жизни плюсов больше чем минусов и многое зависит конечно же от нас как мы видим мир вокруг нас поэтому пусть каждый ваш день будет наполнен чем-то радостным и позитивным а пока сейчас мы сидим с моим хабиби и пьем кофе кариба кафе вот и сейчас я покажу что мы что я конкретно себе за а макия то есть двойная порция это кофе с пенкой также у меня холодная водичка и вот такие орешки в меде вот это единственная сладко который себе позволяю вообще сейчас больше я не ем сладко лучше не мед не сахар не орехи никакие я не ела уже дней десять и никакой сладости естественно вот и довольно уже хороший результат может быть скоро вы это заметите а 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 Продолжение следует...